В тюрьму прямо с больничной койки. Сегодня появились новые подробности об аресте председателя совета директоров одного из крупнейших предприятий региона завода Румо. Это бывший двигатель революции. Юрий Чедаев лежал в больнице и прямо у его койки и было проведено выездное судебное заседание. Юрий Чедаев задерживался в декабре в порядке 91-92 статьи УПК. И с тех пор три раза возбуждался перед судом ходатайства об избрании мер причинения заключения под стражу. Однако ни разу это ходатайство не было рассмотрено в связи с тем, что Чедаев был госпитализирован неоднократно. Был увезен, как мы впоследствии только узнали, в СИЗО. Как я уже говорила, у него вторая группа инвалидности. И если один только день ему не дать специальное лекарство, то человек погибнет. Складывается ощущение, что есть некая либо задача, либо цель, либо интерес обезглавить завод в настоящее время. Существует два акционера с равным пакетом акций. Два в прошлом друга. Егоров пишет заявление на Чедаева. В это время сам продает весь пакет акций людям, которые имеют интерес к заводу. Самое простое было избрать козла отпущения. Предпринять какие-то популистские меры в виде натравливания на нас службы судебных приставов. Лишение свободы представителей Совета директоров. Мы не наркопритон. И мы не подпольное казино. Они к нам просто врываются и вламываются. У нас арестованы счета. У нас арестовано имущество. И как можно в таких производить продукцию? А как же можно, не производя продукцию, вернуть людям задолженность по зарплате? Мы нужны стране. Пусть не разработана программа импортозамещения. Но позволить растащить в стороны завод и на базе этой территории сделать торговый комплекс, мне кажется, это самый последний шаг. Цеха самого предприятия сейчас стоят. Здесь должны бы производить судовые двигатели внутреннего сгорания, газомотокомпрессоры, насосы, котлоагрегаты, холодильное оборудование. Но рабочие вместо того, чтобы стоять у станков, стоят с плакатами. Нам дают периодически аванс, вот мне лично. В два месяца три тысячи. Я даже не понимаю, как до такого состояния довели завод. Таких заводов у нас, вот я не знаю. И если бы мы производили продукцию, наш завод производил, я думаю, она была бы намного лучше, нежели была бы импортную, которую покупают. Как сообщили службы судебных приставов, общая задолженность завода исчисляется полутора миллиардами, а долги по зарплате составляют 90 миллионов рублей. У нас 1169 исполнительных производств по зарплате на общую сумму 85 миллионов. А всего у нас сумма долга у Аурумо, в том числе в пользу юридических лиц, на 930 миллионов рублей. Часть имущества уже находится на реализации, а часть имущества находится на оценке. При реализации указа на арестованное имущество, вся сумма задолженности в первую очередь пойдет на погашение задолженности по зарплате. Кстати, в середине сентября уже должно состояться судебное заседание, где будет рассматриваться завод о банкротстве некогда крупнейшего, одного из крупнейших предприятий региона.